Добрый день дорогие друзья, с вами Алексей Нактон. А сегодня у нас в гостях Иосиф Зисельс, исполнительный президент Конгресса национальных общин Украины. И в этот момент, когда наш звукорежиссер Акмаль Тахиров набирает его киевский номер, я напомню о наших спонсорах. Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Иосиф Зисельс, я рад приветствовать в нашем эфире исполнительного президента Конгресса национальных общин Украины Иосифа Зисельса. Здравствуйте Иосиф. Да, добрый день Олег, рад вас слышать. И я рад. И так как мы рады, мы можем продолжать. Итак, Иосиф, давайте начнем наш разговор, ну в общем уже с привычного, с вашего обзора событий в Украине. Что вы считаете самым главным, что вы считаете самым важным, чем бы вы хотели поделиться с нашей аудиторией? Ну, я не политически открыватель, да, но, как бы, привык с вами уже немного инстанут быть. Конечно, в центре внимания уже две недели практически начавшееся то, что называется контрнаступлением вооруженных сил Украины. На самом деле, это не является еще полноценным контрнаступлением. Есть различные участки, очень длинные линии фронтов, на которых украинская армия прощупывает оборону врага. То есть есть артиллерийские мощные обстрелы, есть танковые вылазки, но, учитывая, что Украина долго готовилась к этому контрнаступлению, подготовила 12 полностью обновленных бригад, 8 из которых прошли подготовку в НАТО, в странах Европы, в Америке, в Канаде, то понятно, что все три бригады, которые мы сегодня пропустим на разных направлениях, то понятно, что основная шаг за контрнаступлением еще впереди. Сейчас прощупываются разные места в надежде на эти слабые места в обороне всей армии. Ну, надо сказать, что поскольку контрнаступление давно афишируется, полгода, если не больше, то очень в обществе завышено ожидание, был результат. Ну, и люди, которые, к сожалению, очень мало понимают политики и военном деле, считают, что это контрнаступление может положить конец войне. Ну, есть более трезвые головы, обозреватели, которые говорят, что даже успешное контрнаступление, они, конечно, не положат конец этой страшной войне, и придется еще не один раз серьезный вклад с российской армией. Российская армия, несмотря на ее низкую мотивацию и большие потери, все-таки она большая по численности, она хорошо вооружена. Соотношение, например, артиллерии, на мой взгляд, до сих пор, это не так, как было год назад, когда на 50 тысяч снарядов, выпущенных ежедневно российской армии, Украина могла отрешать в Питере. Сейчас Украина может отличать уже больше, 7-8 тысяч снарядов, но Россия, конечно, потеряла во многом свой запас и частично растратила, частично разбитых плоды на оккупированной территории, разрушены некоторые пути подвоза. Поэтому сегодня соотношение, я думаю, примерно по 7 тысяч с Украинской стороны, где-то около 20 тысяч с Российской. То есть по-прежнему соотношение все в пользу России по артиллерии. Ну, аналогично по ракетам, большое преимущество России, по авиации, там очень большое преимущество. То есть все, что нужно для наступления, контрнаступления, то есть, что Украина все еще не достигла уровня России, но у украинской армии намного более высокая мотивация. Вопрос только теперь касается хитрости украинского командования, насколько она может перехитить российская, по крайней мере, так возможно, как она это сделала в августе прошлого года, когда имитировала наступление в сторону Херсона, а на самом деле сделала прорыв фронта в районе Харькова. Ну, то, что получилось и белорус, то вряд ли точно так же эффективно получится во второй раз. Поэтому сегодня тактика другая. Идет медленно, прощупывая хоккейского оборота, потери с обоих сторон большие, и с одной с другой. Украинская армия удалось освободить ряд населенных пунктов за последние там 10 дней, не помню уже сколько, около 10. Но это же, как я уже сказал, нельзя пока считать настоящим контором наступлений. Оно чьется, дай бог, если будет сощупано место, где можно прорвать фронт. Первая линия, которая была прорвана там, паре мест, это еще не фронт. Фронт имеет три эшелона обороны, которая создавалась практически год на этой территории, масса бетонных укреплений, особая опасность представляет массовое минирование. Миллионы мир, мин, разбросанные с помощью механических средств, которые выбрасывают из сотнями, оно просто покрывает территорию, которая находится в точечной стороне. И идти по этой территории, которая так массивно заиминирована, очень сложно. Поэтому есть потери техники украинской армии. Вот, как я прочитал недавно, что около 10% поставленной техники сейчас выведены из строя. Ну, ее ремонтируют, созданы центры ремонта этой техники. Но, еще раз говорю, главная фаза контрнаступления еще не включена. Да, она будет включена, будет ли она включена, пока, наверное, неизвестно. Это то, что касается военных действий. Основные бои проходят на востоке, в районе Бахмута и в районе Запорожья. Потому что Запорожье – это важное направление к Азовскому морю. Там, как бы, все военные обогреватели считают, что именно там нужно прорвать фронт. Но российская армия это тоже понимает, поэтому особо укрепляет это. Есть восточное направление, тесто в район Бахмута, вот, где украинская армия обходит флангов, в котором практически уже не осталось украинской армии, но она его обходит флангов и ему грозит окружение. Это, как бы, ну, Бахмут не имеет стратегического значения, просто вот нашла коса на кавель. Россия уже там 6-7 месяцев пытается захватить Бахмут и потратили очень много сил, средств и, главное, людей на то, чтобы захватить стратегический необязательный пункт. Значит, что еще можно сказать? Это, конечно же, приближение Линдерского хаммита НАТО, которое пройдет в начале июля, где Украине что-то будет предложено. И все эксперты сейчас теряются в догадках, о чем именно будет предложено Украине. Несмотря на то, что руководство Украины, наконец, уже осознало, что немедленного приема в НАТО не будет, это то, о чем эксперты говорили уже раньше, что 5-я статья НАТО не позволяет принимать страны, которые находятся в состоянии войны, потому что по 5-й статье НАТО обязано тут же вступить в эту войну, если кто-то из членов НАТО подвергся агрессии. Поэтому холодные головы об этом говорили, но как-то власть и оппозиция все требовали, надо вступить в НАТО. И потом, как при этом, это немножко изменилось, теперь бы Украина до Морского Союза, если бы ее просто пригласили в НАТО на Вильнюс Константин, то непонятно, что будет этой линией. На самом деле обсуждаются больше другие вопросы. На Вильнюс Константин будет это, но помощь Украине военная, не только военная, таких объемов, которые позволят ей быстро достичь по уровню подготовки страны НАТО. Но приглашения, возможно, и не будет, поскольку все уже как бы почти сошлись, что нужно сначала победить в этой войне, а уже потом вступать в НАТО. Это вот основная коллизия по вступлению в НАТО. И, конечно, обнадеживает то, что госсекретарь Соединенных Штатов находится в Китае, ведет там переговоры. Возможно, это, кстати, последнее какое-то улучшение отношений Китая и Америки. Мы на это рассчитываем, потому что только общие действия Китая и Америки могут сломить российскую военную машину и государственную. Но посмотрим, что это будет, потому что китайцы, знаете, ощущают больше рост ценности к России, чем к Америке. Но поскольку там есть расчетливые головы, то, скорее всего, может быть, это не такая простая задача, как нам кажется. Ну, собственно, такой краткий обзор я вам сделал. Я лучше буду отвечать на ваши вопросы, Олег. Хорошо. Хорошо, Исюх, спасибо. Только что в Санкт-Петербурге завершился экономический форум, который в этом году был не экономическим, экономики там практически не было, а какая-то была не очень удачная пропаганда. И, в частности, внимание американской прессы, не только американской. И, конечно же, привлекло выступление на этом форуме Владимира Путина. И вдруг вот он там разразился такой длительной тирадой в отношении того, что президент Украины Владимир Зеленский, и он позор еврейского народа, и там было продолжение этой тирады и так далее. А как вы думаете, почему вдруг Путин вот с такой стороны решил подойти к Зеленскому? В общем-то, знаете как, он избранный представитель, он избранный был украинским народом, еврейный, еврейный, татарин, украинец. Ну, какая важно, важно то, что он избранный президент. И, тем не менее, еврейская тема вот таким образом сейчас появилась еще раз в российском информационном пространстве. До этого был и Лавров, который говорил о том, что в Гитлере течет еврейская кровь и так далее. С чем это связано, как вы думаете? Ну, прежде всего, о чем, что главная задача, которую Россия ставила перед собой более года назад, когда она расширила резкую агрессию против Украины, а эти задачи не решены. Не знают этих задач, не деминитаризация, не деминитаризация, не деминитаризация, оккупирование гражданской части территории, чем она сейчас есть, неудача на Северном фронте, когда откуда Россия вынуждена была уйти, неудача в Херсоне. Вот такое впечатление, что вместо того, чтобы дискутировать с помощью оружия, армии, Путин вот как бы отвязался от Зеленского, который, в общем-то, мягко говоря, его, на мой взгляд, спровоцировал начать эту войну. Путину показалось, что потому что он сам определяет все в России, что в Украине тоже все определяет президент. Япония считал Зеленского слабым президентом после выборов и считал, что с ним, ну, в отличие от Порошенко, и он считал, что с Украиной, во главе которой стоит Зеленский, легко будет справиться. Но это была одна из важных ошибок Путина, потому что в Украине не президент решает, что это делать вовремя войны. Придент присоединяется к тому массовому гражданскому движению, которое началось год назад, когда очень много добровольцев из гражданского общества пошли в армию. Армия выросла там 250 тысяч, до миллионов человек. В основном благодаря не мобилизации, а в основном благодаря тем, кто пришел от гражданского общества в качестве добровольцев, волонтеров. Они представляли себя сегодня в армии. Конечно, не генералов, а рядовых, сержантов, офицеров. И это было неожиданно для России, насколько они рассчитывали на легкую добычу год назад, но об этом уже многие говорили, у Путина было целый ряд ошибок, но Россия все-таки учится на ошибках, по крайней мере, профессиональные военные, конечно, учатся. И уже такую воружку, как я уже говорил, как они попали в августе прошлого года, наврядки уже можно второй раз такое сделать. Но, тем не менее, Украина очень тщательно с помощью НАТО готовилась. И как бы то, что все-таки началось контрнаступление, Россия потратила огромные средства на пропаганду, на давление, на различные международные, на различных международных уровнях. И Китай подключила, и вот Африку сейчас подключила, потому что она опасается этого контрнаступления. Она его не понимает, она не понимает вообще, откуда у украинцев такая страсть, такая ненависть, такой мощный стимул уже 15 месяцев вести войну, как они считаются, второй армией мира. И вот, не имея возможности победить, на поле боя, вот это связывается на телевизор, используя еврейскую терминологию. Но, на самом деле, это не впервые в российской пропаганде. Во-вторых, он не сказал именно так, что Веленский позор еврейского народа. Он сказал, что у него много друзей евреев, и вот эти друзья евреев говорят ему, что Веленский никакой не еврей, а позор еврейского народа. Но какая нам разница, что говорит Путин про Веленского? Ясно, что, не имея возможности выиграть войну, он может говорить все, что угодно. Нам, честно говоря, наплевать на то, что он говорит об Украине, в частности, о президенте Украины. Поэтому я не придаю этому большого значения. Кстати, израильский, естественно, иностранный дел тоже отказалось комментировать глупую реплику Путина, которую он произнес скорее отбесилия, желая хоть к чем-то отомстить. Зеленскому, который он считает лидером Украины и считает, что неудачи связаны с ним. Он ошибается и здесь тоже. Поэтому, честно говоря, мне не очень интересно, что говорит Путин и что он говорит, в частности, о Зеленском. Иосиф, еще один момент. Да, еще один момент. Вы упомянули африканских гостей, которые вначале были в Киеве, потом они приехали в Петербург. И он показал какую-то бумагу и говорит, вот, у меня есть уже парафированное соглашение с Украиной, где Украина там обязалась быть нейтральной, сократить свои вооруженные силы и так далее, и так далее. Но из-за того, что хозяева Зеленского это не позволили, а мы вот вывели добровольно войска из-под Киева, он пошел на нарушение очередного соглашения. То есть ни о чем договариваться с Зеленским нельзя. И эта бумажка, где были какие-то цифры, какие-то значения, активно обсуждалась в прессе, активно обсуждалась в интернете. И якобы было какое-то предварительное соглашение в марте 2022 года в Стамбуле. В принципе, когда там была украинская делегация, какие-то сообщения об этом были. Есть такой популярный комментатор Алексей Арестович, который говорил, что он там присутствовал, он что-то такое говорил об этом. Вот этот момент. Насколько, ну скажем так, не то чтобы правдиво, знаете, ожидать, что Путин скажет что-либо правдивое, сложно. Но, скажем так, а что вам известно о результатах этих переговоров в Стамбуле? Они как-то так прошли достаточно скромно, потом была пресс-конференция в Москве, выступали там руководители делегации, выступал Мединский, и вначале он был, в общем-то, очень доволен тем, что произошло в Стамбуле, а потом проходит несколько дней, как-то сказали, Путин отказался от каких-то там договоренностей, пока неизвестных. И вот теперь он об этих договоренностях говорил на этом форуме. И опять-таки в американской прессе тоже возникла эта тема. И эта тема, она представляется, ну, скажем так, не главная, какой-то вспомогательная. Тем не менее, тем не менее, по прошествии времени всё-таки, что реально известно, что реально вот там происходило в Стамбуле? Какие были договорённости, о чём? Кто представлял Украину? Кто представлял Россию? В общем, хотелось бы сейчас разобраться в этой достаточно загадочной истории. И ещё один момент, если я себе позволю. Иосиф, я смотрю на часы, мы сейчас подходим ко времени нашего перерыва. И давайте мы сделаем так. Мы сейчас идём на перерыв, а после перерыва продолжим, и вы расскажете или расскажете своё мнение о том, что происходило в Стамбуле вот тогда, в марте 2022 года. Хорошо? Хорошо. Договорились. Хорошо. Договорились. Дорогие друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях президент Ассоциации еврейских организаций общины Украины ВАД Украины Иосиф Зисельс. И впереди у нас перерыв, а после перерыва мы продолжим наш разговор. Субтитры создавал DimaTorzok